МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасибо всем тем, кто остался, тем, кто пришел. Ваша фантазия все-таки переросла в технологию. Как это было во всех ближайших научной фантастики. Значит, меня зовут Кирилл Морозов. Я долго занимался в МАДЖЕНТО, очень долго. Значит, я с 10-го года, 3 года добротно работал в составе компании МАДЖЕНТО, в которой, в конце концов, был УАЙ, там же сертифицировался и занимался самыми печальными случаями, которые по-английскому возникают. В общем, и близкие к печальным, печальные, и болезненные, те, от которых уже вообще безнадежно. Значит, о чем будет вообще рассказ? О том, как эволюционировало все железо, в котором живет наш софт, соответственно, до чего мы дошли и что у нас ждет дальше. Пожалуй, начнем. Значит, в старые добрые времена у нас был один процессор, одно ядрышко и все были счастливы. Но добры до времени. Потом у нас один и тот же компьютер, множество ядрышек, уже чуть-чуть более счастливых. Затем у нас начали вырождаться целые пластера, системы. Затем у нас мы продолжаем жить в нашем виртуальном мире, вырождаемся в виртуальные машины, которые мешают нам быстро доставлять наш софт именно в том окружении, в котором нам надо. И вот, соответственно, последние веяния, которые кому-то нравятся, кому-то не нравятся, они, в принципе, призваны к тому, чтобы доставлять софт в том виде, в котором надо, сразу в нужном окружении. С минимальными такими-то подхождениями, потому что мы знаем, что где-то не так скомпилировалось, или где-то наоборот. Значит, мне приходилось иметь дело с такой классной системой, как IBM S400, там, где прямо на уровне ядра вшито DB2. Соответственно, я долго еще со школьной скольки с Linux дружу. Приходилось в Amazon играться, приходилось компилировать Docker Swarm на ГОС, для того, чтобы он работал с BMW, в Cloud Direct для автомасштабирования. Соответственно, все растет у нас к стае. Все почему? Потому что мы изначально начинаем с какого-то маленького, не микроба, но бактерии, которая данные на вход берет и данные выдает. Затем они начинают, у этой бактерии начинаются формироваться еще какие-то органы, и потихонечку мы перерастаем к тому, что у нас это уже не бактерия, это уже у нас червячок, у которого есть своя оболочка, со своими функциями. И вот Docker как раз призван к тому, чтобы быстро доставлять вот эти вот элементы организма, которым является фактически любая система в нашем уже электронном мире. Она является таким себе симбиозом организма из множества подсистем. И этот процесс неизбежен, ну как ни крути. Я за всю историю, в принципе, понял, что лучше брать те инструменты, которые подходят под задачу лучше. И не надо заниматься попытками строить что-то на одном и том же. Значит, есть такое ужасное, что нам нужно для того, чтобы наши микросервисы работали. Нам нужно железо, нам нужна виртуализация, нам нужно окружение, ресурсы внешние, хранилища. Для того, чтобы все это работало, нам нужны упаковки, перепроверки доступности, упал контейнер или нет, и поднять его еще раз. Значит, что нам дальше важно? Запланированные задачи, централизованное логирование, мониторинги, автоматическая балансировка, поиск сервиса внутри системы, еще какой-нибудь API по управлению этим всем. И в конце концов нам нужно так, чтобы мы один раз сказали системе, будь такой, и чтобы она была такой. Это вот как раз то, что нам дает, то, что нам, так, едем дальше, то, что вот дает нам кубернетс. Он, в принципе, дает вот эти вот компоненты, которые нам нужны для построения вот этой вот большой и страшной отказоустойчивой системы. При этом мы не знаем, на каком сервере она там изначально крутится, и нам не важно. Значит, мы получаем в сервисе отдельные точки входа, отдельную конфигурацию, отдельное развертывание, отдельной абстракцией идут диски. Значит, вот это вот большую и страшную головную боль, которую необходимо исполнять товарищам и лобсам, которые должны знать. Это я возобрал товарищей, которые делали французскому аэропорту и помежсистему на Мадженто. Фабрица у меня простила. Значит, соответственно, основную, вот эту головную боль кубернетс решает. И, в принципе, довольно удачно. Едем дальше. Вот так вот он выглядит. Товарищи сказали, я не надо все показывать. Это UI-часть, пользовательский интерфейс, в котором можно посмотреть вот слева. Собственно, переключение на имспейсе – это пространство контейнера, в котором все это живет. Значит, дипломент – это, собственно, наборы контейнеров, которые запускаются в нашем пространстве, реплика-сеты и репликейшн-контроллеры. Это все добро тоже отвечает за развертывание отказоустойчивой конструкции из контейнеров. Значит, демон-сеты, все эти джеромы, кодсы – кодсы – это уже самый нижний уровень, когда сам этот контейнер, к нему прикручены все эти пропси, попроси и прочее. Значит, далее сервисы и ингрессы. Сервисы у нас отвечают за то, чтобы иметь вот точку доступа. Вот за это отвечают сервисы. Далее ингресс отвечает за, в том числе, SSL-у-флот, за роутинги через наружные системы. Тисковая подсистема, доступности соответствующие. И самое интересное, наверное, секреты и конфиг-мапы. Секреты – это как раз для того, чтобы хранить всякие сертификаты, пароли, которые никому не надо, нужно только контейнер. И конфиг-мапы соответствующие. Значит, вот такая вот конструкция из всего этого, из дипломентов, контейнеров, сервисов, выстраивается как раз в пространстве, которое предоставляет губернет. Чуть дальше, наверное, проедемо вся по ней. Значит, изначально в Google Cloud мы можем привязаться к статичному IP-шнику. Далее мы делаем SSL-у-флот, которым занимаются леви-контейнеры. Такие специализированные контейнеры есть в опенсорсе, которые отвечают за статичность SSL. Конфиг-мап обеспечивает всю нашу конструкцию или нужную нам часть сервисов конфигурации. Значит, что занятно? Кубернет изначально строится с зазором на обратную совместимость, для того, чтобы система жила долго, и чтобы она минимально теряла своих пользователей, как старый добрый SAP, как старый добрый Oracle, как старая добрая Java. Они сразу посмотрели вперед и не захотели терять своих пользователей, сразу ввели понятие версии и API. Это вот, в результате интересная часть. Вот это вот декларация для использования внешнего статического IP с использованием SSL. Таким образом, декларируется точно так же по конкретной версии сервису, декларируется по имени. Все мы называем по имени, как времена Духов называли по имени, вот все мы называем по имени. Соответственно, описание того, что искать и какой дальше конфигурации, какой сервис мы далее будем искать и использовать для себя. Конфигмапы у нас строятся следующим образом. Мы можем благополучно затолкнуть целую парту со всей конфигурацией, которую в дальнейшем будем использовать. Так, далее пошли деплоймент и сервис. Деплоймент, он отличается от сервиса. Сервис — это ближе точка входа, а деплоймент — это набор контейнеров, сразу распределенный, может быть по нескольким серверам, может быть даже географически распределенный. И это все дело живет. Так, собственно, конфигурация деплоймента описывает у нас вот эта вот конфигурация претисов. Простите меня, что это ни одним файлом сразу по вертикали не влазит. Мы имеем описание точно так же версию, где, как мы это добро называем, сколько реплик мы имеем. Мы можем здесь задать сразу несколько реплик, с какими порталами мы работаем, с каким образом мы работаем. И политика при запуске, соответственно. То есть, если он умер, мы его быстренько поднимем. Далее, диски. Абстракция дисков в Кубернец вообще такая специфическая, многослойная. Диски, в отличие от тех серверов, на которых все исполняется, должны быть отдельно, потому что те сервера, на которых у нас все сейчас крутится, мрут. Помним доклад второй сегодня, все умирает всегда. Под эвоксом. Соответственно, диски позволяется монтировать сразу и сразу же находить для них место в окружении Амазона и сразу находить место. Далее подключать внешние диски на запись чтения. Там есть множество. всякие гластеры. Какие не линии. Соответственно, volume claim это абстракция на уровне сверху. Что мы еще получаем с губернецем? Это то, что мы независимо от проведера. Это может быть в Угле, это может быть в Амазоне, это может быть здесь, под Москвой, это может быть отчасти еще и во Владивостоке. Значит, мы помимо этого получаем повторное использование. Как всегда, сейчас уже все давайте Bounsible, давайте в Quapet, давайте в Chef. Запах растет. Соответственно, мы еще получаем централизованные логи и вот гибкость, с которой мы можем добавлять быстренько еще сервисы, запуская и в том же окружении по близости. И копирование из коробочки, об этом чуть позже. Далее возвращаемся к Magento 2. Кто знает, что такое меня тогда? Кто боится, кто не любит, кто уважает? В общем, расскажу, что это самая взрослая, как бы мне, лечение для интернет-магазина, которая смело текается с АДГ и Харьбисом, и прочим, очень ее сферой, несмотря на то, что она open source по большей части. Почему это близко к Magento 2? Потому что с Magento 2 уже очень много подсистем начинает входить в работу. То есть это поиски, это, может быть, рекомендационные системы, части по интеграциям. В общем, все вот эти подсистемы тоже нужно контролировать. А так мы можем более-менее консолидированно записать описание всех этих систем. И, в общем, часто нужно обеспечивать. Давайте поехали. Что мы получаем из АДГ и Харьбисом новостека? Угол окружений, да и в принципе, в общем, сразу мы получим HTTP 2, о котором мы хорошо рассказали. То есть мы получаем из этого окружения HTTP 2 сразу. мы могли бы спокойно, как это было пару лет назад, спокойно переключить другой контейнер и джинсы, который Хлопа уже отдает нам протоколу SPID. То есть тут мы получаем гибкость, в том числе по возможности отдельно обновлять. Что такое дает нам Varnish? Varnish – это полностраничное каширование с возможностью задать дырки, которые будут обновляться отдельно. в промышленных масштабах он, наверное, 80% на русский съедает, так как это в основном просмотры страниц категорий и товаров, понятия интернет-магазинов. добавление в корзину и в сами страницы корзины как правило идут мимо. Значит, далее по этой же конструкции за Varnish после того, как мы сняли SSL сшифрование. Дальше мы уже работаем у себя внутри без шифрования. То есть мы страницы, даже те, которые отдаются по SSL, уже Varnish запишировали. Далее мы идем через Nginx. Прошу прощения, так привычнее. Может быть, кому-то хочется и Apache. Нужно будет их склеить, если кому-то очень захочется. Соответственно, Nginx отдает статику или отправляет всю динамику на BFRP. Все это тюнинг спокойненько благодаря конфигурации, которую можно ремонтировать прямо к диску контейнера. Kubernetes позволяет монтировать конфигурацию конфигмапы сразу в контейнер. Соответственно, на нижнем уровне Kubernetes использует ETCD для того, чтобы всю свою конфигурацию держать в отказовом источном состоянии. И вот конфигурацию конфигмапа мы подтягиваем. Хотим поменять настройки, например, того же гриширования обкода для PHP. Кто использует данных? Ладно. Кто вообще с PHP? Знаком? Отлично. Чуть побольше. В общем, такая конструкция накапливается на любое приложение PHP. Также по привычке развернули Chrome контейнер. сейчас идут инициатива о том, что Chrome контейнер начинает расслабляться под каждую задачу. И, соответственно, формируется такой себе микросервис, который отдельным органом живет в этой системе, в этого организма. Redis, что тут еще сказать, конфигурация Redis сделаем так, чтобы все хранилось в памяти, но здесь нужно о чем не спрашиваться. По поводу MySQL. MySQL мы можем садить сразу здесь, можем отправить, если мы в облаке, можем на RDS перенаправить, но это уже дело вкуса. В принципе, тем же самым контейнером точно так же сервис, deployment, каскад семейства или как это называется, контейнеров, которые, собственно, выполняют всю эту работу. и, собственно, держимся на диск. Для того, чтобы была возможность доступа на запись с серверов, которая в Magento нужна для генерации статических картинок, если мы не прикидем, то благополучно через такие абстракции, как Persistent Volume, Persistent Volume Play, эти конфигурации нам позволяют благополучно взять и прикрутить все это дело. Выглядит все это так вот у нас добрый Chrome, добрый Elastic Search, кто-то подсунул нам FTP, FTP, MySQL, NFS, Jinx, PHP, FPM, кто-то там еще спрятался на второй странице, и вот мы живем и развиваемся. при том, что все эти дипломенты, они могут иметь сервисы свои, то есть точку кода для себя они могут иметь, а могут и не иметь. Значит, что мы получаем в итоге после всего, что мы проделали? Мы получаем вполне себе боевое окружение со TTP2, и если у нас нагрузка как у магазина может быть скачками, нам послезавтра запускать маркетинговую компанию, и к нам прибежит еще тысячи-три пользователей прям будут сидеть и плацать, то мы сможем наш FPM благополучно отмасштабировать. Если у нас какой-то из контейнеров упал, мы это увидим. За счет централизированного хранения логов. Если у нас даже посыпались какие-то фаталы нехитроумными перенаправлениями точно так же контейнеров вывод всех ужасных логов, мы точно так же собираем все логи в одно и то же место. И по поводу безопасности, по поводу легко воспроизводить все эти контейнеры, которые используются, их можно использовать локально, позициями. Замечательно. Мы в одной секте. Соответственно, по поводу безопасности. Если к нам кто-то проникает, то если он вдруг умудрился поправить какие-то файлики, мы благополучно можем снести все, выстроить все заново. потому что у нас ничего кроме базы данных и может быть картинок нету. картинки мы, как правило, выставляем без каких-либо исполнений. Шансов, что пешки там исполнится, нет. По поводу базы данных, к тому же старался я еще в 50-м году, так что без геррии инъекции и прочее. Гадости не посящилась. вот у нас что брэш-тэ-тэ-пай-2. Мы эту штуку наблюдаем. Вот таким образом можно задать автомасштабирование в зависимости от нагрузки. То есть Укранец сразу позволяет задать возможность масштабирования приложения по нагрузке. Также есть возможность задать масштабирование употребления памяти. 10 штучек сделали. Поехали. Что дает нам централизованное хранение логов? Кроме мере Google Клауди есть такой стейк-драйвер, который позволяет хранить нам все смотреть все логи. По этим всем логам можно быть крутошно крепость искать и строить метрики количества попаданий и строить метрики получаем красивые графики дальше переиспользуем и дальше и дальше. Так, что у нас дальше? Дальше мы в эту конструкцию собственно в кубернете можем фаршировать все, что нам не жалко. Все, что бизнес просит. Бизнес просит хороший поиск. даешь хороший поиск. Морфологию подругаешь русскую морфологию теперь у тебя гайка и гайки одно и то же получаем хорошее дело. Бизнес просит заинтегрировать свою ERP о том, что они собираются передавать картинки самостоятельно. Поднимаем SSH говорим пожалуйста можете заходить там через СЦП на здоровье. Бизнес просит печать каких-то документов куда-то. Завернули HTML в PDF полетели. Фоновые процессы сервисы рекомендаций и прочее прочее что нам надо. То есть мы будем продолжать пользоваться в кубернете нужными нам сервисами в лучшем их исполнении без привязки к языку на каком они написаны. Это не важно. Важно так, чтобы у нас каждый из сервисов выдавал максимальный позитивный для бизнеса результат. Вот такая история. Я пробежался наверное слишком быстро было. Не слишком быстро. так. Спасибо.